здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы о чем будем говорить осенью сама споры на обощрение посадки лука одни высаживают вторые не садят он их вымерзает что необходимо сделать для того чтобы лук вас не вымерзал чтобы давал хороший урожай ну не забываем что лук на зиму мы садим с двумя целями первая цель это получение луковицы крупной товарной вот весной и лет и летом когда он растет и вторая цель это получение зелени ранний весенний период и более поздний период и поэтому подходы к во всех этих ну случаях будет конечно отличаться ну уже традиционно так получилось что для получения луковицы крупной мы используем севок ну и вот тут как бы идут дебаты это сама вот какой севок мы будем использовать подзимные посадки нужно как агроном с многолетним опытом который на производстве на несколько гектарах высаживал лук я скажу вам спокойно то вот севочек есть севочек самых разных размеров крупных мелких так вот на зимнюю посадку то есть осеннюю вот идет лук который имеет в диаметре это очень просто один сантиметр если он имеет один сантиметр диаметра у нас такой лучок смело высаживайте подзиму самый мелкий лук севок почему потому что если взять такую вот крупную луковичку и лука лука севка вот и много богатый запас питательных веществ она побудет холоде и она застрелкуется на следующий год вы вы на вас вырастет и даст стрелку они товарную луковицу а посадил весной вы будете вместе у прекрасную очень крупный очень крупный экземпляр луковицы поэтому запоминаем значит далее что необходимо помнить что если высаживать лук севок значит для посадки под зиму идут сорта острые и полуострые сладкие сорта у наших условиях средней полосы вот я в белоруссии откуда вам рассказываю веду этот ролик нас они просто-напросто сладкие сорта севок вымерзает и весной вы не имеете никаких результатов вас пустое поле так что знаете вот характеристику сортов сладкий или полуострый вы конечно узнаете при покупке севка это всегда указывается указывается название сорта и указал он полуострый острый или сладкий поэтому наших ставка идет на при посадке севком только острые и полуострые сорта что он а можно и сладкие высаживать можно но не севок у сладких сортов на зиму обычно высевается семена так называемая чернушка это чернушка сеется на зиму весной она рано отрастает значит удлиняется вегетационный период и за один год она даже условиях беларуси дает хорошую крупную луковицу так что вот вы знаете в чем разница между различными сортами лука ну и всего для того чтобы ваш севочек вырос хороший наш дал хорошую луковицу что необходимо помнить ну значит во-первых помнить подбираем наш место после тех культур которая хорошо удобралась это могут быть как тыквенные культуры огурец арбуз тыква дыня это самое тот же кабачок здесь культурами носили пирогной поэтому не очень хорошо подойдут и для лука мы высеваем также очень хорошо подойдут любые бобовые культуры если вы сели горох фасоль бабы они тоже очень хороши в качестве предшественников очень плохой вариант как бы безнадежно можно сказать это садить лук по луку рост у вас лук вы опять высаживаете лук портфе есть болезни накопившиеся и они потом переходят опять же на ваш лук но новый молодой и в итоге результаты очень плачевные вы все лето бороться с болезнями борзе с родителями ну и все это можно избежать если вы посеяли свой ну посадили свой лук на новом месте так что помните об этом конечно какой-то смягчись если у вас просто не позволяют площади такой он приходится лук по луку садить можно действие но необходимо чтобы побыли сидираты побыли сидираты потому что сидираты как бы оздоравливают почву и они как бы уже чуть-чуть пробивают эти болезни и вредителей ну что необходимо помнить что для того иметь хороший урожай это луковицу хорошую зато севка мелкого что необходимо хорошо еще почву и заправить если мы заправляли подвешенствующую культуру ну уже сейчас изрослось питание поэтому крупная луковица выросла тогда когда в почве будет достаточно органики поэтому ведро перегнуя на метр квадрат и не помешает ну и конечно для того чтобы сбалансировать питание вашего лука в дальнейшем значит мы будем давать где-то 30 грамм это чуть ложка сверху сложное минеральное удобрение 10 азот фосфор калий такое удобрение дали почву под прокопку почвы перекопали перегной перекопали соответственно органику заделали почву глубина заделки глубина заделки очень небольшая 20 сантиметров глубже копать не надо потому что ваш лук дает большой мощной корневой системы вот и ваше питание уйдет напрасно на глубину перекопали будет совершенно напрасно ну вы уже поняли почву мы подготовим готовится почва за две за три недели до посадки того же лука щавка или посева на чернушки как угадать срок когда мы будем высаживать конечно в литературе есть описано немало их рекомендации что когда среднесуточная температура воздуха опускается становится плюс 5 градусов смело высаживается на чем это говорит что дно может быть плюс 7 ночью плюс 27 плюс 2 9 4 с половиной как бы пора садить но не забываем что погода стала очень капризная сейчас и возврат тепла очень быстро происходит может быть температура упасть до нуля а потом за встать плюс 15 в этом обратимся другим более верным ориентиром а верные ориентиры это растение массовый листопад это есть лучшее время для посадки лука под зиму начались окрасились некрасиво начали массово подать все смело высаживайте лук он у вас не вымерзнет вот почему он не вымерзнет потому что он может укорениться а может не спеть укорениться но вот хранится как в холодильнике земле вы как в холодильнике хранится весной пойдет расти ну и не забывайте такой нюанс как бы многие блогеры не отмечают что такой что такой лук всего который мы собрали в этом году он как бы его еще идет период покоя он прорастает гораздо медленнее чем при весенней посадке если к примеру при весенней посадке лук уже через неделю весь всходит то при весенней посадки на этот процесс уходит три недели а нами не надо чтобы он прорастал поэтому массовый листопад посадка лука он уже температура понизится через три недели он ясно прорастать не будет соответственно не будет вымерзать но тут опять же у не будет вымерзать и что и в том случае если вы соблюдете соблюдать глубину посадки на глубина посадки должна быть не менее трех сантиметров над луковичкой 3 сантиметра над луковичкой почвы в целом получается 5 сантиметров тогда этот лук конечно не вымерзнет но особенность лука севка который садится под зиму мелкий значит что высота посадки довольно густо он садится через 5-7 сантиметров через 5-7 сантиметров луковичка от луковички то есть густовато садится что я беру делаю дальше над я высаживаю когда уже родочек сделал родочек и посадил лук севок после этого я добавляю где-то по чуть-чуть гранул суперфосфата в этот же родочек и весь лук я припыливаю древесной золой что это дает значит зола это щелочь как бы она создает неблагоприятные условия для развития болезни в дальнейшем лесной также зола находясь в почве отпугивает всех вредителей вредителям почему-то не нравится запах нужной древесины золы поэтому смело добавляйте этим вы оздоровите свой севок и защитите его от болезней и вредителей я еще в родочки добавляю органы минеральный комплекс профит чуть-чуть небольшая добавка в родочек с посаженным севком гораздо увеличивает размер последствий луковиц которые вы вырастите засыпаю обыкновенной землей как бы ни в коем случае не рекомендую засыпать перегноем потому что перегной очень такая субстанция влага рыхлопроницаемая и мороз будет точно так же спокойно проходить до ваших луковичек обыкновенная почва рад от рада для того чтобы потом вы могли работать с ним где-то 25-30 сантиметров 25-30 сантиметров между родами это совершенно нормальная посадка ну если вы будете высевать семена семена высевается чуть густовато потому что по семенах сходит примерно 40 процентов семян то есть половина половина семян зайдет половина семян нет лучше потом проредить если посеять семена редко вы будете иметь потом как бы ну не очень хорошие результаты весной сходы будут изреженными и вы не будете знать то ли пересеивать по новой то ли и выдергивать и садить этот лук но после сделали радочки посадили ну и дальше для профилактики это очень полезно вот взять прикрыть замульчировать эти градки чем мы будем мульчировать градки не обязательно губить лес и ехать за тем лапником ведь нас на участке остается ботва свеклы остается ботва цветочных культур все это можно набросать на эту градку не бойтесь потому что болезни которые существуют на этих растениях как бы они специфичны для каждого вида растений и они вашему луку не передадутся ну такая мульча слоем где-то сантиметров 7-10 на градке позволит вашему луку прекрасно прекрасно перезимовать и весной дать дружные всходы но с репкой вы разобрались репку вырастить нетрудно как вы поняли если соблюдать и просто чуть-чуть пару 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 вот эти условия которые вам посоветовали своего опыта вот можно шлук выращивать и на зелень садить специально на зелень так вот по зелени я вам хочу сказать такую вещь нас для получения зелени чтобы имели в ранний весенний период используется переросший уже лук вот вот такой вот который называется лук вы барок лук вы барок вот такой и способ получения зелени и вот я вижу как некоторые огородники там занимают целыми целые градки в этой таким луком чтобы получить зелень вы знать очень напрасно трата земли очень напрасная потому что это лук на зелень высаживаться мостовым способом это значит что лук садится луковичка к луковичке ну вот одна с одной одна одна возле одной высаживается почему он высаживается одна возле одной потому что лук выборок который садится на зелень на 1 метр квадратный в зависимости от размера этих луковичек идет от 5 до 10 килограмм вот какое количество луков и мочи вместить на но метры квадратно это раз во вторых лук который растет на зелень даст вам такое же количество зелени то есть посадили 5 килограмм 5 килограмм зелени вы соберете обычно он один к одному сколько посадили столько собрали вот и питание это лука выборка зелени с лука выборка происходит за счет веществ на которые накоплены в этой луковице то что накоплен луковица то и выдаст перо вот поэтому знаете а то что вы будете делать расстояние как для такие большие расстояния как для лука ну на репку это совершенно неоправданная трата земли что раз повторяюсь вы поняли и вот по луковой борьбу знаете что условиях беларуси по крайней мере центральной части вот этот лук выборок на зелень я не укрываю на улице он посажу мостовым способом и я его не закрываю ничем он остается открытым он остается открытым весной зато удобно дергать перо оно все только корни в земле перо наверху очень удобно дергать он чистый как бы с ним мало надо обрабатывать нету налипшей земли только как обычно лук и лук как бы не повреждается болезнями и вредителями почему находясь наверху в это лука появляется мощный иммунитет его не трогать ни луковая муха не та же серая гниль не трогает этот лук так что знать этот нюанс ну если вы конечно хотите перестраховаться ну то можно прикрыть но кто-то берут прикрывать спонбондом это тоже приветствовать его на припит спонбондом вот кто-то берут лапник но что не очень не очень приветствуется я думаю она даже набросать любые ветки набросать любые ветки как бы любая ветка даже пусть она безлистная она же вы создавать какой-то микроклимат под собой поэтому вот это можно сделать хотя я еще раз повторяюсь что это все можно сделать просто без укрытия лук и всего как мы садим посадили или посеяли вот и сладкие сорта вы это поняли все технологии так не забывайте о красоте ведь октябрь месяц это время когда высаживаются многие декоративные растения которые будут радовать вас весной запоминайте что в этом месяце вы обязательно в октябре заканчиваете посадку гиацинтов и посадку крокусов их надо обязательно в октябре высадить уже в ноябре их садить поздно они плохо укореняются и потом весной очень слабо цветут но если исключение тюльпаны а вот тюльпаны чем позже вы высаживаете вот в открытый грунт чем они меньше болеют то есть поздняя посадка здоровые луковицы поэтому тоже возьмите на нюанс если у вас тюльпаны болели делайте поздние посадки ваши тюльпаны будут прекрасные так что смотрите вы можете иметь зелень вы ему вы можете иметь репку и вы можете иметь красоту в саду чего вам и желаю ставьте лайки этому ролику подписывайтесь на наш канал заходите в наши магазины хороших вам урожая до свидания